Мы рады приветствовать. Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Мы завершаем цикл тем, посвященной Великой Битве между Богом и Сатаной. Завершающая тема посвящена той победе, о которой говорит книга Откровения, книга Апокалипсис. И самый главный вопрос, как каждому из нас разделить радость этой победе и быть в числе спасенных. Мы приглашаем вас быть не только зрителями, но призываем вас быть теми каналами распространения Евангелия для своих друзей и знакомых. Всякий раз, когда вы нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда вы пишете в комментариях, откуда вы смотрите передачу, ваши мысли, связанные с поднятыми вопросами, Когда вы копируете ссылку и рассылаете в социальных сетях своим друзьям, то благодаря вашей активности круг людей, ваших близких, близких вам людей, которые узнают о Боге и жизнь которых меняется, существенно расширяется. Люди узнают о Библии, о Боге, обретают веру, надежду, а это значит спасение и счастье. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья Александр Шокин, пастор церкви и студентка медицинского университета Джульетта Бурак. Добро пожаловать. Благодарим. Прежде чем мы обратимся к исследованию книги Откровения и тем библейским текстам, которые открывают торжество Божьей любви, приглашаю, чтобы мы обратились к Богу в молитве, прося Его о мудрости и руководстве. Помолимся. Боже, спасибо за этот день, за то, что мы живы, за то, что у нас есть надежда на будущее, за то, что Ты нам её даёшь. Просим, пошли, Духа Святого, чтобы мы смогли разуметь то, что Ты хочешь до нас донести, чтобы мы смогли понять, что Ты дал нам в Откровении. Помоги понять пророчество и ещё больше убедиться в том, что только в Тебе есть надежда. Просим, пребудь с нами. Аминь. Аминь. Тема конца, она очень популярна в широких слоях, и на эту тему написаны разные произведения, многие экшены, художественные фильмы. И люди, думая о конце, испытывают различные чувства. Ну, в большинстве, наверное, страх, ужас. Люди хотят приготовиться и пережить апокалипсис. Или в бункере, или на другой планете, или на каком-то космическом корабле, который защищённый, а катаклизмы, которые могут грядуть на Землю. Библия говорит о том, что в конце истории Земли будут бедствия, грядут эти бедствия. Библия говорит о том, что будет время скорби. Книга Откровения говорит о ужасных язвах, которые обрушатся на Землю. И, читая вот эти все описания, ты начинаешь испытывать внутреннее напряжение, страх. И вопрос, который волнует всех, как пережить эти времена? Где спрятаться? Как быть уверенной в том, что ты переживешь это время скорби, эти язвы, эти бедствия? Любой конфликт заканчивается последней схваткой, последним сражением. Книга пророка Даниила, 12 глава, описывает эту последнюю схватку. Я зачитаю отрывок Даниила, 12 глава, стих 1. «И восстанет в то время Михаил, князь великий». Под именем Михаил мы видим здесь Иисуса Христа, нашего Господа и заступника. И написано дальше, что «князь великий, который стоящий за сынов народа твоего». И у нас здесь уже обетование. Иисус Христос стоит за своим народом. Он защищает, заступается за свой народ. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге. Мы здесь находим прекрасное обетование, что те, кто пройдут через это последнее тяжелое время, или еще как оно называется в Библии, бедственное время, обетование гласит «спасутся». А кто спасется? Спасется тот, чье имя записано в книге жизни. Ну, радостно слышать о том, что будут спасенные. Но вопрос, а где эта книга, и что нужно, чтобы быть уверены, что твое имя там записано в этой книге жизни? Да, хороший вопрос. Конечно, эти книги находятся на небесах. Там решаются наши проблемы и вопрос спасения. В тот момент, когда человек уверовал в Иисуса Христа, принимает Его как своего Господа, как Спасителя, когда человек вверяет свою жизнь в руки Господа, его имя записывается в книгу жизни. И когда имя записывается в книгу жизни, это является гарантом нашего спасения. Поэтому Даниил, когда описывает эту последнюю схватку, последнюю битву, он дает нам надежду, что если мы уверовали в Христа, Христос заступится за нас, и наше имя записано в книге жизни. И я еще, прочитав всю 12 главу, нашел еще один интересный текст, который объясняет, почему Господь допускает эту последнюю схватку. Стих 10. Многие очистятся, убелятся, переплавлены будут в искушении или в испытании. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеется его никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. То есть это последнее испытание поможет нам очиститься, убелиться, переплавлиться, быть готовыми войти в вечность. Поэтому Господь в своем мудром плане допустил эту последнюю схватку, чтобы нас приготовить к вечности. Это будет для нас испытание очищения. И как написано в тексте, что мудрые еще больше обретут уразумение или мудрости, пройдя через это испытание. Итак, первый важный шаг – это быть уверенным в том, что твое имя записано, а для этого принять Христа своим Господом, своим Спасителем, заключить с Ним завет, и каждый верующий в Него имеет жизнь вечную. Но может быть такое, что человек в свое время принял Иисуса своим Спасителем, потом предал или отвернулся от Него. Как быть с тем, что кто-то остается верным, кто-то нет? Как сохранить верность? Как быть уверенным, что это имя осталось записано? То есть оно записано, но чтобы оно не было вычеркнуто? Ну, по сути, спасение – это уверенность в том, что Бог прощает, Бог принимает, и Бог дает силу и поддержку. Да, поэтому даже если в жизни нашей происходит иногда падение, до тех пор, пока Христос заступается за нас в небесном храме, ходатайствует за нас, у нас есть всегда возможность с уверенностью вернуться к Богу. Помимо этого, у нас есть очень много обетований в Библии, которые укрепляют нашу уверенность. Вот, к примеру, Псалтер 10. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогучего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Известно 90-й Псалом, который может быть лекарством от страха для людей, которые думают об апокалипсии. И когда люди думают, под чьим кровом, то есть в каком бункере им спрятаться, им стоит прочитать этот Псалом 90-й, где говорится, что тот, кто находится под кровом защиты Божией, тот будет безопасен. То есть единственное место, где мы можем быть безопасны, это прийти к Господу. В нем мы обретем истинную безопасность. И как важно, чтобы мы повторяли слова этого Псалма. Вот стих 9, к примеру. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Вот это надо внутри себя повторять. «И я полагаюсь на Бога, я надеюсь на Бога. Господь мой Спаситель, Господь мое убежище, прибежище. Я к Нему приду и в Нем найду свое убежище. И когда я это утверждаю с верой внутри себя, это укрепляет мою веру и укрепляет мою надежду и готовит меня пройти через эту последнюю схватку». Спасибо. Джилета, какая роль надежды в этой великой борьбе? И на чем может быть основана надежда, что является самым твердым основанием надежды, когда люди смотрят, что все рушится, и с каждым годом и днем может быть что-то еще хуже, когда они читают эти пророчества, на что людям зацепиться, чтобы сохранить эту надежду, пережить это время и стать победителем? Когда ты видишь вокруг себя только проблемы, все рушится, то единственное, что остается, это надеяться на лучшее завтра, потому что вчера может быть плохо, завтра неизвестно, а сегодня надо жить сегодняшним днем и надеяться, потому что что нам еще остается? Могу привести пример, что когда Франклин Рузвельт был президентом, он был болен полиомиелитом, и вследствие чего он не мог передвигаться без посторонней помощи, но он и тогда смотрел в будущее с надеждой и говорил, что на горизонте есть лучшая жизнь и лучший мир. Что же говорит Иисус? Он говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Мне кажется, в этом самая большая надежда, то, что Господь придет и заберет нас туда, где будет очень хорошо, где больше не будет проблем, и мы сможем жить счастливо. Спасибо. Кто-то сказал, что терпение – это искусство надеяться. Нам тяжело, порой нам больно и тяжело проходить через тягости жизни, но только надежда дает нам силу перенести все, выдержать все, дает нам терпение. Поэтому слава Богу, что Он не оставил нас без надежды. И самая великая надежда, которая есть в Библии – это второе пришествие Христа. Тогда Христос разрешит проблему греха и страдания. Спасибо. Наверное, и в процессе выздоровления, восстановления больного человека тоже играет роль надежда. Какие исследования в этой теме Вам известны? Те люди, у которых есть надежда, которые оптимистично смотрят на жизнь, они чаще выздоравливают или продлевают свою жизнь, чем те, которые подают депрессию. Поэтому очень важно укреплять эту надежду. И спасибо за это обетование, где Иисус, видя смущающиеся сердца учеников, потому что смущение было не только у нас, может быть, но были и у современников Иисуса, апостолов. Он говорит, не смущайтесь. А чтоб не смущайтесь, помните о моем обещании. Я приду опять. Мы чуть позже поговорим о том, когда и как исполнится это обетование в отношении пришествия Христа. Но некоторые люди говорят, ну, а я не верю во второе пришествие Христа. Для кого-то это счастливая надежда, блаженное упование, а для других людей говорят, ну, уже две тысячи лет прошло, Иисус говорит, что приду скоро. Наверное, Он перенес или забыл об этом обещании, или, скорее всего, оно вообще не произойдет. Каким будут отношения, что говорит Библия о отношениях людей к этому событию, к пришествию Христа? Каким оно может быть? Библия говорит, что будет две группы людей. Про одну говорится в Откровении 6 главе. «И говорят горами камням, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» В этих стихах видно, что будет группа людей, которые с ужасом, страхом увидят это второе пришествие, потому что они почувствуют вину, осуждение и то, как они отвергли Христа. Но будет и другая категория людей, которая записана в Исаии 25 главе 9 стихе. «И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас, сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся в спасении Его». Они будут радостны от того, что Христос держал Своё обещание, Он вернулся, и они будут славить Его. Что является залогом вот этой радуемся, возрадуемся и восстанавливания? Почему одни боятся страх, ужас, а у других радость? От чего зависит состояние человека, который слышит или читает, или думает о втором пришествии Христа? Вера и надежда. Отношение с Богом. Вот эти две группы людей, я бы назвал бы одна группа, это те, которые безнадежны, без надежды, и вторая группа, те, у которых есть надежда. Одни молятся Богу, другие молятся камням. Если ты в этой жизни не молился Богу, будешь молиться камням тогда, то наступит день, когда ты будешь молиться камням. Если ты в этой жизни не искал убежища в Господе, то наступит время, когда ты будешь искать убежище от Божьего гнева и Его судов под камнями. Поэтому все будут молиться. Такой вопрос, кому? Кому. И независимо от того, верит человек в пришествие или не верит, оно придет. И твое внутреннее состояние, наверное, о котором говорила Джульетта, радость или страх, зависит от твоего отношения с Богом. То есть, если ты слышишь о втором пришествии Христа и у тебя радость, Господь придет, то значит ты Его любишь, ты к Нему готов. Если ты боишься этого, значит есть проблема вины, проблема нарушенных отношений, которые нужно налаживать сегодня, сейчас, потому что завтра может быть поздно. Мы говорим о том противостоянии между Богом и дьяволом, которое началось во Вселенной, которое было перенесено на землю. Мы говорим о тысячелетней борьбе, в которую были вовлечены люди, и дьявол мучил людей, отвращал их от Господа. Как поступит Бог с сатаной, когда Иисус придет во второй раз? Что говорит Библия о конце этой битве? Какая она будет? Библия описывает нам последние события, и если взять все библейские тексты и согласовать между собой, то мы можем описать следующую хронологию событий. Христос грядет как воинствующий, царь, чтобы победить. И когда он придет на землю, первое, что он сделает, он заключит сатану в темницу. Конечно, сатана, он дух, его нельзя сковать цепями и закрыть его. Как апокалипсис, книга Откровения. Описано. Давайте прочтем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который из дьявола и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». То есть, что мы видим здесь? Сатана скован цепями. Как я уже говорил, что сатана — это дух, это духовное существо, его нельзя буквально физически сковать цепями. Поэтому мы должны понять, что здесь используется образный язык. «Цепи» здесь означает обстоятельства. Когда Христос придет, наша земля превратится в хаос. Она станет бесформенной, пустой, опустошенной. Люди погибнут от пришествия Христа. Все нечестивые погибнут от пришествия Христа. Праведники будут взяты на небо. И вот сатана останется с этим кладбищем на земле. Вот это кладбище земное станет для него как цепь, которая его сковает и будет держать его в темнице, в предварительном заключении. То есть, это предварительное заключение нужно для того, чтобы Бог разрешил многие вопросы, которые нас беспокоят из этого конфликта между добром и злом. Господи, почему? То есть, Бог заключает сатану, чтобы подвергнуть суду всю проблему греха, всю проблему конфликта. То есть, прежде чем сатана получит свое возмездие, он будет под судом и следствием. И в этом следствии будут участвовать сами праведники. Когда написано, что сатана будет низвержен в бездну, здесь слово «бездна» относится к нашей планете. В книге «Бытие», когда описывается начальное состояние Земли, предстотворения, написано, что Земля была безвидна, пуста, тьма над бездною. Вот в таком состоянии будет наша планета при втором пришествии Христа. То есть, если восстановить эту хронологию, пришествие Иисуса, праведники, которые были мертвы, они воскрешают, вместе с ними живые, взяты на небо, и они взяты на небо навстречу Господу, и с Ним царствуют тысячи лет. Люди, которые были грешниками, которые отвергли Господа, они, если живые, умирают в день пришествия Христа, другие, которые были в могилах, они там остаются. Таким образом, кто из живых? Да, катаклизмы, зеленотрясения, наводнения, метеориты, все в запустении, все уничтожается, и живой души нет. Таким образом, исполняются слова книги Откровения, дабы никого не прилечать. То есть, дабы не прилечал уже народы. Почему не может прилечать народы? Потому что никого в живых не осталось. А потому что живых грешников нет, а праведники, они находятся с Господом на небесах, в том Новом Иерусалиме, и в том месте, который Господь приготовил. Скажите, пожалуйста, а вот там, в этом новом городе Иерусалиме, вот в этой небесной орбитальной станции Новый Иерусалим, которая должна вместить всех спасенных и которая впоследствии, говорит книга Откровения, опустится на землю, чем занимаются праведники на протяжении вот этой тысячи лет, когда земля безвидна и пуста, дьявол скован, а чем занимаются искупленные? Мы можем найти ответ в Библии. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его, и не приняли начертаний на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющие участие в воскресенье первым, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царства с Ним тысячу лет». У них будет возможность своими глазами увидеть Божью любовь. И если они не увидят рядом с собой любимого, близкого человека, то они смогут понять Божьи решения. Они увидят, что эти люди сами отвергли Христа. И у нас также будет возможность спросить у Христа то, на что мы не смогли найти ответы здесь. Но если человек не увидит своих родных и близких в числе спасенных, разве он может быть радостным и счастливым? Если остается идентичность и чувство, и память, и он испытывает разочарование, испытывает боль, испытывает страдания, слезы, он плачет, потому что нет того, кого он хотел увидеть. То как с этим быть? Да. В этом и есть цель тысячелетнего царства. Ну, вначале такое небольшое примечание. Здесь слово «царствовать» означает не просто кушать там бананы, кокосы. Здесь слово «царствовать» означает, одна из функций царей было судить. То есть Бог предоставляет нам право и возможность судить. И у нас есть очень много болезненных вопросов, которые вы описали. Да, Господи, почему? Почему нету моего близкого, родного? Что с ними произошло? Почему произошло то, что произошло в нашей жизни? И эти мучащие, раздирающие нашу душу вопросы, Господь хочет дать ответ. Поэтому в течение тысячи лет мы в первую очередь будем с самим Богом судиться в позитивном смысле. То есть Бог попытается нам дать ответы на те волнующие нас вопросы, которые нас беспокоят сегодня. И когда мы обретем ответ, нет, это успокоит нашу душу, освободит наши мысли, наши сердца от отчаяния, от слез, от боли. Господь исцелит нас путем полной объективной информации. Мы поймем, что Господь дал нам всю возможность, чтобы мы спаслись. И Господь раскроет, какие возможности получили те, которые не спасены. То есть они получили возможность спасения, Бог работал над их сердцами, но, к сожалению, они отвергли эту возможность. И когда Господь прояснит всю ситуацию, все станет на свои места. Нам будет все понятно. Мы признаем Божью справедливость. Мы признаем, что Бог справедливо судит. И тогда Господь исцелит наши души от этих ран, от этой боли, ультраты, потери. Не об этом говорит Иоанн, что Господь утрет всякую слезу. То есть Бог, отвечая на эти вопросы, показывая все усилия по спасению близких и по тому, как они сознательно отвергали Божью благодать, Он даст утешение и понимание, мир, о том, что все, что можно было сделать с Божьей стороны, для этих людей сделано. И, наверное, поэтому Библия написана о том, что сегодня день спасения. Не ожесточите свои сердца. То есть когда вы слышите о Боге, о Библии, когда вы слышите призыв остановиться, покаяться, изменить свою жизнь, принять своего Господа, как важно не ожесточаться, не оставлять это решение на завтра, потому что завтра может твоей жизни уже не наступить. Вы говорили, читали о том, что сатана скован, искупленные тысячи лет судят. А вот когда завершится это тысячи лет, что произойдет? Какова судьба сатаны, его последователей после тысячи лет? Книга Откровения в 20 главе описывает еще одно важное событие. Второе воскресенье. Есть первое воскресенье, есть второе воскресенье. Первое воскресенье. И как об этом говорится в Откровении? Могли бы вы прочитать? Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы. То есть откуда появились эти народы? Они воскреснут, они оживут. Об этом сказано чуть ниже, в 12 тексте. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». То есть Бог пытается разрешить проблему не только в умах праведников, отвечая на их вопросы. Бог ответит на подобные вопросы даже в умах нечестивых. Бог предоставит нечестивым доказательства своей справедливости суда. Он предоставит им всю панораму, как Господь боролся за их спасение, но они отвергли. И здесь вот как раз дальше описывается следующее событие. Один из значений термина греха – это бунт. Сатана, он взбунтовался против Бога. И, к сожалению, после тысячелетнего царства Сатана вновь попытается взбунтоваться. Когда он увидит вот эти воскресшие народы, которые пристали перед Божьим судом, у него появится желание, последняя попытка, последняя битва, еще раз восстать против Бога, свернуть Божие правительство и восстановить свое правительство. И он попытается обмануть, обольстить этих оживших мертвых, чтобы свернуть Божие правительство. И книга Откровения описывает, что тогда Господь низвернет огонь с неба и уничтожит и сатану, и всех нечестивых. То есть книга Откровения говорит о двух воскресеньях. Первое. «Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет». Это вот эти тех, кого Он подымет на восстание. Это все грешники, нечестивые всех веков. И это... А первое воскресенье – это те, которые произошло во время Второго Крещения. «Блаженный свят, имеющий участие и воскресенье в первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Вот это смерть вторая. Вторая смерть. И это выражение, оно еще раз встречается в последующем отрывке 20 главе книги Откровения. «Я увидел мертвых, малых и великих 12 стих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огнено. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро Огненное». Что это за вторая смерть, о которой говорится в этом отрывке? Да, в Библии описываются два вида смерти. Первая смерть сравнивается со сном, после которого есть пробуждение, воскресение. Кто убирает этой смерти? Ну, мы все умираем первой смерти. Независимо. Независимо, да. Верующие, неверующие. Все мы воскреснем. Одни воскреснут для жизни, другие для суждения. Смерть — это естественное последствие греха. И наступает момент, когда люди умирают. Да. Независимо, готовые, неготовые, верующие, неверующие. Вел ты здоровый образ жизни, не вел ты здоровый образ жизни. Где бы ты ни лечился, людям надлежит умереть. Умереть. Но это смерть первая. Вторая смерть — это смерть, после которой нет никакой надежды на воскресение. Это полное, окончательное уничтожение грешника. Полная разлука с источником жизни, с Богом. Это погибель. Вечная погибель. Есть еще такое слово аннигиляция. То есть полное уничтожение. Поэтому вторая смерть — это вечная смерть. Навеки, навсегда. Человек предстает существовать навеки, навсегда. Это уже смерть, можно сказать, как форма последнего наказания за грех. То есть смерть первая не является возмезием за грех. Это следствие греха. Следствие. Как и болезни. Да. А наказанием за грех является вторая вечная смерть. Кто переживет? Чья участь вечной смерти? Здесь написано, что дьявол был брошен в озеро Огненное. И те, которые заняли сторону сатаны, которые отвергли спасение, отвергли Бога, источника жизни, конечно, их ожидает эта смерть. Выбор сегодня мы делаем. Мы сегодня решаем, какая будет наша участь, какая будет наша вечность. Мы будем в вечности с нашим Спасителем или мы обретем вечную погибель, вечную смерть. Сегодня мы решаем этот вопрос в нашей жизни. Каким образом Бог окончательно уничтожает грех, его источник, сатану, и всех, которые выбрали однажды в своей жизни стать на сторону не Бога, а дьявола? В 20 главе книги Откровения есть два образа. Первый стих 9 написано, «Не спал огонь с неба от Бога, пожрал их». Слово «пожрал» означает полностью уничтожил, поглотил. Огонь уничтожает всех нечестивых. Потом второй образ, который здесь используется, озеро Огненное. Но озеро Огненное и огонь с неба, по сути, это один и тот же суд. Суд уничтожения греха, уничтожения зла, уничтожения сатаны посредством огня. Озеро Огненное это последняя погибель, последняя погибель для всякого зла именно через огонь. Бог есть огонь поедающий. Бог, когда совершает суд, Он через огонь уничтожит это зло. Поэтому озеро Огненное символизирует последний Божий суд. Но хочу здесь оговориться. Когда говорится здесь, что были брошены в озеро Огненное, там упоминается, что они были мучимы, или выражение «вечный огонь» есть такое в Библии. Или «во веки веков». Да, «во веки веков». Мы должны понять, что… Или «вечная смерть». То есть «вечная смерть» «во веки веков». Да. То есть это наводит на мысль о том, что Бог приготовил для… Окончательное решение. Как наказание за восстание, за грех вечное наказание. Да. То есть вечно никогда не прекращающийся процесс наказания. И тогда у меня вопрос, какая же будет жизнь людей в Новом Иерусалиме, когда рядом с ними вечно мучаются во веки веков их родные и близкие. Разве это будет и для них утешением? У нас есть интересное место в Библии, в послании Юда, где написано, что Бог совершил суд над Содомой, уничтожив Содом и Гоморру вечным огнем. Но Содом и Гоморру сегодня не горят. Поэтому выражение вечный огонь означает себе огонь, который приносит уничтожение навечно или результат навечно. То есть не сам процесс мучений будет вечным, а результат этого уничтожения через огонь будет навеки. Поэтому вечный огонь указывает на вторую смерть, которая произойдет именно посредством уничтожения через огонь. Спасибо. То есть Библия говорит о вечном наказании, но не о вечном наказывании. Да. Библия говорит о вечном результате, после которого восстановление Бог творит все небо новое, новую землю, воссоздает утраченный Эдемский сад и все то, что он замыслил, и навеки, навсегда больше не будет ни упоминания, ни следа зла и греха. Мы завершаем исследование темы «Великая борьба». Мы говорим о победе, мы говорим о том участи, который Бог ожидает сатану и всех, кто избрал быть не с Богом, а без Бога. И хотел спросить лично вас, вот что для вас особо дорого в словах, записанных в 21 главе книги Откровения. Я услышал громкий голос с неба, говорящий «Сискине Бога человеками, Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерть не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Что дорого для вас в этих обетованиях, которые находятся на страницах книги Откровения? Больше не будет слез, печали, смерти, потому что учащись в Министерском университете, мы часто изучаем и про смертельные исходы многих заболеваний, и ходим на практику, и видим, насколько сложен этот мир, как много проблем, как много болезней, но Второе пришествие даёт нам надежду, что такого больше не будет, что мы уже не сможем потерять близких нам людей, уже всё закончено, но ещё на что бы я хотела обрестить внимание, это то, что с нами будет рядом Бог, это самое главное, потому что Бог есть любовь. Книга Откровения здесь описывает нам окончание этой войны, чем всё закончится, чем завершится это великое противостояние между добром и злом, и победа на стороне Бога. Эта победа выражается в том, что, как сказала Джульетта, не будет уже, не будет повторяться то, что мы сейчас переживаем, не будет плача, вопля, болезни, смерти, всё это уже осталось в прошлом. В этом победа. Бог победил зло, Бог победил сатану, Бог уничтожит последствия зла, которые перечислены в этом отрывке. Мы хотим быть на стороне Бога, потому что Бог победитель, поэтому я призываю сегодня наших слушателей и те, кто будут нас смотреть в Ютубе, чтобы сделали сегодня этот шаг. Выберите Бога победителя, Он уже победил, и победа грядет. Спасибо. Дорогие друзья, книга Откровения, последние главы книги Библии говорят о завершении великой борьбы. И эта борьба завершается великой победой, торжеством Божьей любви. И эта победа предопределена. Она не зависит ни от меня, ни от тебя, ни от обстоятельств. Она придет, потому что так говорит Господь. Единственное, на что мы можем повлиять сегодня и сейчас, это на то, в какой группе окажусь я, и ты, и твои родные и близкие. Для того, чтобы оказаться в группе спасенных, в группе радующихся людей, очень важно принять Бога своим спасителем, очень важно сохранять и иметь с Ним близкие отношения посредством изучения Библии, молитвы, служения Господу. Очень важно, независимо на искушение, на испытания жизненные, сохранить верность Богу во всем и всегда. Господь да, благословит и поможет в этом каждому. Об этом помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе за великую надежду. Мы бы не смогли жить на этой земле, если бы у нас не было этой надежды. Но Христос принес нам эту надежду. Поэтому мы с верою и с надеждой ожидаем возвращения нашего Господа. Мы ожидаем окончания этой войны, этой борьбы. Мы ожидаем победы, которая уже предопределена. И сейчас в этой молитве, Господи, мы выбираем Тебя. Выбираем Тебя как победителя, чтобы Ты даровал нам победу, в первую очередь, в нашей жизни, не с грехом, и потом мы обрели вечную победу над смертью. Полагаемся на Тебя, уповаем, надеемся и веруем, и ожидаем пришествия нашего Господа. Во имя Иисуса наша молитва. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны за то, что вы были не только внимательными зрительными, участниками этой программы и оставались внимательными до конца. Мы призываем вас продолжать исследовать Библию, которая остается источником веры и надежды. Буквально вскоре, на следующей неделе мы начинаем исследование удивительной книги Евангелия от Марка. Исследуйте Писание, сказал Иисус, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Что говорит Библия об Иисусе? Как, читая Библию, стать ближе к Нему? Мы приглашаем вас найти ответы на эти вопросы вместе с нами через неделю. А всем вам желаем особо благословений, Божьей защиты, крепкого здоровья, радости и спасения. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok